В эфире новости на телеканале ТВС. Здравствуйте, в студии Егор Сорокин, в начале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Персонал, его формирование, развитие и мотивация. Перед работниками HR-службы в ССГПО сегодня стоит множество задач, большая часть из которых связана с созданием мощной команды единомышленников, нацеленных на реализацию стратегических планов предприятия. В ходе построения и исполнения избранной кадровой политики очень важно не упустить множество деталей, которые бы отразились на настроении многотысячного коллектива. Исключая данные риски, представители департамента по персоналу систематически проводят HR-дни, в рамках которых рассказывают об итогах своей работы за полугодие, а также принимают во внимание пожелания со стороны руководства подразделений, профсоюзных лидеров и специалистов. Всего несколько недель назад акционерное общество ССГПО стало площадкой для проведения совещания Лиги профессионалов и РДЖИ, участие в котором приняли руководители HR-служб Евразийской группы. На повестке, помимо текущих вопросов, затрагивающих все сферы кадровой политики, компаний и планов на 2019 год, очень много говорили о роли специалистов по персоналу. Сегодня они должны занять ведущие позиции по части генерирования внутренних изменений, качественно влияющих на позиции компаний на мировом уровне. Приняв во внимание пожелания участников совещания, в ССГПО готовы приступить к реализации запланированных мероприятий. Однако, перед тем, как двигаться вперед, было решено провести HR-день, традиционно объединяющий под одной крышей руководителей подразделений, профсоюзного комитета и специалистов департамента по персоналу. Мы рассказываем о проделанной работе за полгода, что было сделано с нами, рассказываем, что планируем делать в следующем полугодии, и самое важное, получаем от вас обратную связь, что вам понравилось, что не понравилось, что это нужно применять. Одним из знаковых событий 2019 года в ССГПО станет переход на новую систему оплаты труда, включающий несколько этапов. Один из них в стадии реализации подразумевает дифференцированный подход к начислению заработной платы работникам и линейному персоналу. Следующий второй этап, который предстоит нам сейчас сделать в первом годовом году и до конца 2019 года, это будет повышение оплаты труда, изменение системы мотивации в целом, ну и в том числе повышение заработной оплаты на 10% для ИПР нелинейного персонала. Данные изменения будут привязаны к квалификации сотрудников, сложности возложенных на них обязанностей, а также зависеть от набора дополнительных навыков. Кстати, развитию последних в ССГПО сегодня уделяют огромное значение, всячески повышая конкурентноспособность персонала. Сюда входит посещение других дивизионов группы и обмен передовым опытом, участие в тренингах и семинарах, обучение навыкам бережливого производства и философии бесконечного совершенствования. Вслед за этим перечнем направлений деятельности HR-службы на мероприятии обсудили ряд сопутствующих тем, относящихся к формированию и реализации кадровой политики ССГПО в течение 2019 года. А напоследок присутствующим предложили принять участие в тренинге «Энергия лидерства». Уникальные навыки и дорога в жизнь. Воспитанники Рудницкой школы-интерната продолжают освоение рабочих профессий мастерских колледжей города. В рамках проекта ССГПО «Алтын-Урпак» удалось добиться, чтобы кружки дополнительного образования были открыты в каждом среднеспециальном образовательном учреждении. К примеру, в Рудницком горно-технологическом колледже в этом году открылись занятия для нового потока юных токарей и юных электриков. Сейчас мы зажимаем болваночку, деталь. Деталь, значит, металл 42-й. Будем нарезать резьбу. Ребята завороженно наблюдают за каждым движением мастера производственного обучения и запоминают последовательность действий, ведь совсем скоро им предстоит самим выточить свои первые заготовки на токарном станке. Это вводное занятие для учащихся Рудницкой школы-интерната в кружке юных токарей при горно-технологическом колледже, где ребята вскоре освоят уникальные навыки одной из самых востребованных рабочих специальностей. Начали с водного инструктажа, с техники безопасности, рассказали об оборудовании, какое есть, какие есть еще дополнительные станки, то есть здесь токарно-интернезные станки, есть еще фрезерные станки, то есть станков очень много разных, разных видов, разных станков очень много, и рассказали вообще о профессии. Все равно заинтересованы, видно, что у них, как сказать, огонек в глазах есть, хотят заниматься, приходят. Школьников здесь, конечно, не обучают высококлассным приемам, однако важнейшими базовыми навыками, такими как сверление или резьба, они овладеют точно. Это подтверждается представленными работами прошлых групп. Это вообще восторг, если честно, восхищение. Это мой штатчетельный, пригодится в жизни. Провод защищаем, как я вам говорю. Может, держим под углом 10-15 градусов, чтобы нам не повредить живу. Помимо юных токарей в производственных мастерских горно-технологического колледжа к своим первым занятиям приступают юные электрики. И это лишь часть из открытых повсеместно на базе Руднинских колледжей крузков дополнительного образования. Данная инициатива родилась два года назад в рамках трехстороннего меморандума между ССГПО, детским домом и образовательными учреждениями города. Как раз по этому меморандуму на протяжении двух лет в колледжах ведут кружки по направлениям для детей детдомов. Со своей стороны АОССГПО оплачивает работу преподавателей и, соответственно, обеспечивает работу этих кружков. Кружки идут по нескольким направлениям. Это токаря, сварщики, слесаря, электрики. То есть те профессии, которые нужны и востребованы в АОССГПО. Помимо привлечения молодых рабочих кадров в ряды городообразующего предприятия, данный проект поможет ученикам в скором будущем оценить свои знания и осознанно подойти к выбору специальности. Занятия для воспитанников Руднинской школы-интерната номер один проходят один раз в неделю и завершатся только в конце учебного года. После чего сюда придут новые ученики. Ерджи Боресы. Второй год подряд евразийская группа проводит для самых сильных и смелых представителей компании турнир по казак-куресы. В этом году площадкой для соревнований стал город Аксу, куда съехалось более ста полуаннов, представляющих девять предприятий группы. Команда акционерного общества ССГПО была представлена 11 спортсменами, половине из которых удалось заполучить призовые места. Наш следующий материал о двух работниках объединения, взошедших на вершину пьедестала почета. Одно третье, одно второе, три первых и победа в абсолютной весовой категории. Такими трофеями работники ССГПО пополнили копилку предприятия в этом году в рамках турнира Ерджи Боресы. Как и в прошлом, ярче и результативнее всего удалось выступить работнику шахты Соколовская Талгату Жинтаеву. Он не только завоевал золото в своей весовой категории, но и во второй раз стал обладателем титула самого сильного работника евразийской группы. Соревнования были в этом году сложнее, участников было больше, в абсолютной весовой категории, весовой категории было чуть-чуть меньше. Были разные соперники, с кем я не встречался в том году. Финал повторился в весовой категории с нашим соответственником, а в абсолютке финал встретились с другим спортсменом из Касхрома. Было тяжело, проигрывал изначально, но в конце выиграл победу, радость, что второй раз выиграл, доказал, что первый раз не случайно. Победа Талгата – явление закономерное. За его плечами на сегодняшний день масса наград и титулов, завоеванных на соревнованиях различного масштаба. А вот для исполняющего обязанности энергетика горного добычного участка Сарбайского рудоуправления Ярки Булана Мелсова интенсивные тренировки и выезды на соревнования остались позади. Сегодня лучший молодой работник полностью сосредоточен на профессиональном росте, но шанс отстоять честь родного предприятия он упускать не стал. И, как оказалось, не зря. В том году я поехал и по своей ошибке проиграл, но в 60-х борол в том году. Вторую схватку я проиграл чемпиону и никакое место не занял. Я поехал в 66, да, и стал чемпионом. Какие ошибки ушли вот с прошлого сезона, чтобы в этом году победить? Подготовка была подводящая, хорошая. И еще, как сказать, в том году я занерпчил чуть-чуть немножко. И поэтому, думаю, проиграл. Можно было выиграть. Восемь весовых категорий было в этом году. Мы не заполнили две категории. То есть у нас не было 55 весовой и не было 100. То есть в будущем будем смотреть, выявлять желающих, кто хочет принять участие в этих состязаниях. Что касается, вот мое личное видение, да, как бы в прошлом тренера работал сейчас руководителем. То есть я по ребятам вижу то, что им интересно становится то, что они вот работают на предприятии. И в основном эти ребята, кто в прошлом спортом занимались. И когда есть такая возможность немножко вот отвлечься и поехать, и не просто поехать там, ну, там, а именно за свое предприятие. Они там бьются, сражаются, борются. Это только так назвать, потому что у нас парень вообще один сильно травмировался, перелом получил. То есть ребята очень настроены. Вот. Это интересно становится. То есть к работе это разнообразие добавляет. Каждый из участников турнира на сегодня ставит перед собой много разносторонних задач. Талгата Жинтаева ждет ряд серьезных соревнований в различных видах единоборств. Верки Булан Мелсов внимание планируют сосредоточить на карьере и личностном росте. Но вне зависимости от приоритетов, молодые люди рады ощущать свою причастность к возрождению и популяризации казахстанских традиций, на что и направлен турнир Ержи Боресе. Соревнования зимней спартакиады с СГПО в самом разгаре. На протяжении более чем месяца работники подразделений встречаются друг с другом на игровых площадках и спортивных трассах, чтобы отстоять прошлогоднее чемпионство или наоборот, выхватить его из рук фаворитов. На этой неделе представители многотысячного коллектива преодолели 6,5 километров за снежного пути в ходе лыжной эстафеты. О том, кто удержался на спусках и оказался первым, расскажем далее. Лыжную эстафету зимней спартакиады ССГПО открывают девушки. На них возложена ключевая задача – с первых метров выбиться в лидеры и держать этот результат вплоть до финишной прямой. Дистанция в 2 километра для представительниц трудового коллектива проходит без крутых склонов. Однако все равно устраивает для каждой проверку на выносливость. Фаворитами, как всегда, у нас являются команды УГЖДТ. Очень сильная команда, стабильно каждый год является либо победителем, либо призером. Также с прошлого года у нас сборное управление Рудоавтоматика ОТК. Выбились фавориты в этом году, посмотрим, как они выступят. А так, в принципе, команды все ровные. У нас сегодня один из команд выступает. Все круги классическим ходом оператор УГЖДТ Кристина Олашакова преодолевает первое. Никому из соперниц так и не удается приблизиться к ней. Помогает лыжная прошлая девушка, кандидат в мастера спорта. Тренировки давно позади, однако раз в году Кристина все-таки встает на лыжи, выступая за команду родного подразделения. Встала на лыжи, вспомнила технику. Вот тем более классический ход, он не очень легкий, скажу так. Так, кальковый ход более легче. Было нелегко, скажу честно. Даже в самом начале было уже тяжело. Руки немного позабились, но пришлось терпеть. И я справилась. А вот мужчин на дистанции 4,5 километра поджидают несколько коварных подъемов и спусков, на которых не всем удается удержаться. К слову, в рамках эстафеты работники борются не только за лидерство в общем зачете зимней спартакиады, но и за переходящий кубок, учрежденный ветераном ССГПО и мастером спорта СССР Анатолием Кунщиковым. Так-то совсем скучно уже. А я на этом сам участвовал, сам там родился, все это. Все меня знают. Ну и почему не сделать это? Раньше больше было. И активнее все занимались как-то, а сейчас затухает. Однако ветеран признается, что рад тому, что СССР не забрасывает состязания в данном виде спорта. По итогу пройденных километров кубок перекочевал от прошлогодних чемпионов команды УГЖДТ, которая стала лишь четвертой к сборной УРТУ-1, куда вошли сотрудники управления ремонтов горного технологического оборудования и ремонтно-механического завода. На этом у меня все. Как будут развиваться события, вновь покажет время. Мы встретимся с вами в понедельник в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова